konnichiwa ребятишки как ваши дела с вами алекс на канале son of war и игра on december on december которую многие многие так ждали ждут в общем я выделил для этой игры один из деньков поиграл в нее достаточно долго ну как долго дошел до третьего акта в третьем акте поиграл еще 28 меня ну давайте зайдем и так что я могу вам сразу рассказать сходу про игру я думаю что все практически играли в pff exile если нет то наверняка видели игру в общем если вы играли или знаете вот не заблудитесь в этой игре вообще вот при в принципе вот схожесть очень много схожести единственное что здесь графика очень хорошая ну прям не очень-очень но хорошая графика с анимациями тут такие анимации тут и там есть фильме ци такие неплохие с хорошей графикой все как надо молодцы поехали так что у нас вот схожа очень-очень-очень некоторые вещи с pffxl это pffxl в магазин когда мы продаем вещи на не дают там золото там нет валюты тут она есть можно просто продавать вещи торговцу он будет за это давать вам золотишко и также покупать за это же золото всякие бутыля у него окей это вот разница но можно разобрать вещи вместо того чтобы их их продать разбирая вещи дает вот просто вот тоже самое вот как в pffxl принцип вообще тот же самый если редкую вещь даете что-то желтенькое дает на плюшку какую-то вот принцип тот же самому как вот было в pffxl точно так же здесь собираете 10 штучек вы можете превратить их в одну в один материал который с помощью него то можно преобразить обычную весе вещи в магическую там или в редкую или еще что-то ну принцип пони да всем он известен это вот схожесть потом можно наложить чары наложить чары вот это имеется ввиду что можно купить обычную вещь или найти допустим у нее базовое значение хорошее вот как я с луком сделал да я нашел простенький лук у него базовое значение на этот уровень который мне нужен высокий потом пошел взял то что увеличивает его улучшает его до магического а а потом есть то что улучшает с нет не это уже не помню какое то там нет вот вот такую вот плюшку с магического предмета сделал его редким вот а потом просто можно играться вот этим вот выбивая разные плюсики вот принцип практически тот же самое единственное тут нету влаживать какие-то руны и камни да камни с разными цветами в одежду но тут есть скиллы скиллы принцип вот представьте что там это влаживалась в одежду а здесь это не влаживается в одежду но принцип тот же самый практически тот же самый в навыках вы добываете навыки там с боссов с мобов за квесты вы вставляете и здесь у них также синяя красная зеленая все понятно это всем да и плюсики для них вот скилл это все плюсики которые он получает единственное что здесь попроще попроще очень легко улучшаются сами скиллы и руны руны можно улучшать повышая их не значение уровень их не повышается тем самым повышается их не значение и потом просто эти скиллы вставляете в ячейки есть два ячейки есть две ячейки можно приобрести еще за кругленькую сумму и потом этим пользоваться но извиняюсь вот принцип под просто одинаковым просто одинаково тут вот улучшаются усилию усилить можно как и вот где используется еще золото и вот эти вот плюшки используется вот видите тут золото используется на самом деле нужно немало золото можно тут улучшать также можно вот эти вот скиллы что-то изменить у них на цвет цвета меняет вот эти вот переставляет тут разное есть принцип вот просто просто вот когда я после где-то минут сорок можно сказать так часа вот у игры вот понял что все это вот но это копия pffx с изменениями с добавками с плюшками разными вот просто одинаковая вопрос у меня просто такой я сделал какой быстренький обзорчик добавлю геймплея кому интересно можете посмотреть как как идет само сражение как все это происходит единственное что мне интересно вот сколько она будет стоить да давайте может уже есть сейчас может уже что-то есть на русском пишу а но сейчас она дэму раздается бесплатно цен цен пока нету мне интересно сколько она будет стоить но просто я не вижу смысла платить за игру за такую же ну с графика получше согласен но принцип просто одинаковые спать платить за нее деньги когда она есть бесплатно ну такой вот мой небольшой обзорчик единственное что тут есть еще вот есть тут петики питомцы от них единственный бонусик это собирают всю добычу которая падает вот это единственный бонус а и вот еще хочу показать это созвездие созвездие ну принцип понятен это практически как и впв да только здесь это ну чуть чуть стиль другой вот ну просто изменили как я и сказал просто чуть-чуть из какие-то изменения есть стандартная сила интеллект и ловкость где вы вкладываете да и появляются очки созвездия как это работает заходите в очки созвездия вот в бухлая например пять штук у меня открылась новое созвездие вот да потом я в бухл еще здесь 7 штук у меня открылась еще ну в общем через 60 если я в бухлу 61 у меня откроется вот вон вот это созвездие где там был вот это вот блин да что такое вот это в общем чем больше сбухивать и будут продолжаться открываться новые и вы просто с этого созвездия выбираете плюшки которые интересны вам для вашего игрока все ну вот как бы просто вот почти одинаково с моей точки зрения красивее красивее я соглашусь и анимации не неплохие в общем я вам вставлю посмотрите ладненько увидимся всем пока я rumbo have already passed the age of 140 before the plague spread in сима-свамп из-за-place-where-nature-stay until the humans started war this place was fine when i think of that i dislike humans but i do know that there are other good people i'm glad i'm still talking to you like this come visit sima-swamp whenever you want rumbo keep my eyes open past 200 years old this is a gift we are friends now и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...